Привет, друзья! Я Челик, сегодня у нас необычный рецепт, предложил его подписчик. Рецепт вы можете видеть у себя на экранах. Готовить будем яблочные пончики, сама идея взята из детского рассказа под названием «Сгоревшие пончики». Ну там про кроликов. Вот фрагмент экранизации. А я первый! Нет, я! Давайте все вместе! Подождите, подождите! Мой пирожок тоже готов! Так что сегодня готовим яблоки во фритюре. Приготовим тесто. 125 грамм муки просеиваем в большую миску. Щепотка соли и добавим ложку растительного масла. Разобьем яйцо, отделим от белка. Желток к муке, а белок пригодится позже. В рецепте написано добавить молоко, но ни слова про количество. Зато есть подсказка. Тесто должно получиться не слишком жидкое. Буду наливать понемногу и замешивать до нужной консистенции. Вымешанное тесто без комочков накрываем полотенцем и убираем в холодильник на 2 часа. Про количество яблок не было сказано в рецепте. Я купил 2, их мы и пожарим. Уж извините, не буду вырезать из яблок пончики, а просто нарежу дольками. У меня получилось 7 долек. Тесто подошло, добавляем белок и хорошо перемешиваем. Теперь нужно окунуть каждое яблоко в кляр со всех сторон. Тесто липкое и сделать это не так уж и сложно. Проделываем то же самое с остальными кусочками. И теперь поджариваем дольки во фритюре. Сколько держать их в масле по времени не было информации, поэтому буду ориентироваться по цвету кляра. Я обжаривал их минуток 6 и теперь они выглядят ну как наггинсы. Подожду пока стечет лишнее масло и буду оценивать вкус. Ну и теперь нужно попробовать. Вы когда-нибудь встречали вот такой способ приготовления яблочных пирожков? Я, например, впервые. Что хочу заметить, есть очень яркий запах яблочного пирога. Пахнет очень вкусно. Давайте попробуем. Кисленькое, но это зависит от сорта яблок. Что хочу заметить, если вам вдруг захочется приготовить таким способом яблоки, то лучше очищайте само яблоко от шкурки. Так будет есть гораздо приятнее. Ну а так рецепт прикольный. Я раньше такого не встречал, как уже сказал несколько раз. Спасибо за идею подписчику, было интересно попробовать. Я сейчас пересмотрел серию мультфильма и там действительно нужно было снимать кожуру с яблока. Так, правильнее. Ну, теперь вы знаете. Если у вас есть какие-то рецепты, которыми вы хотите поделиться, вы тоже можете писать комментарии. И возможно я что-нибудь из этого приготовлю. А так, спасибо за просмотр. Всем большое спасибо. Пока. Пока.